Сергей Журнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки России, уже присоединяется к нашему эфиру. Сергей, приветствую вас в эфире Freedom. Доброе утро всем нашим зрителям. Сергей, некоторые все-таки представители силовых структур, они говорят о том, что Россия пытается каким-то образом посеять такой страх для того, чтобы страны Европы, скажем так, как минимум замедлили поставки вооружения Украине. Ну, что все это нацелено, все эти провокации на то, чтобы замедлить, скажем так, такое сотрудничество и поддержку со стороны европейских партнеров, собственно, Украине. Потом эта поддержка, безусловно, будет ощутима для российских войск на поле боя. Но вместе с тем мы понимаем, что есть определенные схемы, есть определенное понимание, вероятно, у российской агентуры, как можно воздействовать на Европу, какие схемы рабочие, какие нерабочие. Но ведь Европа меняется. Насколько можно назвать эту систему российской агентуры такой гибкой и такой, которая может приспосабливаться, скажем так, к новым реалиям, к новой Европе? Ну, система всегда может приспосабливаться, она не такая уж костная, тем более система, связанная с гибридной войной в Европе. Но, вы знаете, я бы с вами не согласился здесь вот с тем посылом, что это приведет к тому, что западноевропейские страны будут сокращать свою помощь Украине. Наоборот, с моей точки зрения, такие действия шпионские и прочие незаконные гибридные действия Российской Федерации в Западной Европе, они, наоборот, повышают напряженность и, соответственно, пробуждают эти страны к тому, чтобы противодействовать Российской Федерации в гораздо большей степени, чем это было раньше. Потому что я должен признать, что западные страны не рассматривали Российскую Федерацию после распада Советского Союза в качестве продолжателя Советского Союза. Они считали, что холодная война закончилась, что Российская Федерация стала нормальной страной, условно, и при Ельцине, в общем, это в первые годы даже так и было. Но уже при приходе Примакова в службу внешней разведки Российской Федерации была отмечена ее активизация постепенная, и затем повышение агрессии ее операции за границей, а также Главного разведного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. При Путине это все выросло в разы. Сейчас можно сказать, что российский шпионаж численно увеличился при Путине в два раза по сравнению с Советским Союзом. И, естественно, это не может вызывать напряженности в европейских странах. Но в европейских странах приоритетом этот шпионаж не был, и борьба с этим российским шпионажем приоритетом не была многие десятилетия. В Западной Европе считали гораздо более опасной угрозу террористическую, исламскую, исламский международный терроризм, и боролись и бросали средства контрразведки и средства специальных служб, которые обеспечивают безопасность этих стран, прежде всего на борьбу с этой угрозой. А российские сектора везде сокращались, если даже не полностью уходили на задний план. Российская агрессия в Украину пробудила все это дело и заставила европейские страны по-новому посмотреть на своего этого соседа, которого они считали мирным соседом. Наивно считали, многие очень наивно считали. Хотя эта наивность скорее была в общественном мнении и среди политиков, в том числе частично подкупленных Москвой, или задабриваемых Москвой, потому что специальные службы, даже если у них не очень большие были контингенты, направленные на борьбу с российской шпионской угрозой и не очень большие бюджеты, они, тем не менее, работали по этой угрозе и политическое руководство свое об этом регулярно информировали. Но руководство пропускало все это мимо ушей. И война в Украине, Российской Федерации вернула все в нормальное состояние, условно нормальное для контрразведок. И они стали рассматривать эту российскую угрозу теперь как серьезную угрозу, которая стала выше, чем исламский терроризм в Западной Европе. Так что в этом смысле это парадоксально, но, в общем, эта война способствовала тому, что Запад проснулся и перестал смотреть на Путина через розовые очки. Сергей, знаете ли, я вот как раз-таки за то, чтобы все эти атаки и угрозы со стороны России и провокации, они только усиливали помощь со стороны партнеров Украины. Но вместе с тем мне интересно, почему же тогда Россия прибегает, продолжает прибегать к этим же методам, если, как вы говорите, помощь может только увеличиваться от таких провокаций, если осознание Европы о том, что российская агрессия может затронуть и европейские страны, становится все четче от таких провокаций. Тут просчитывается кто? Кремль? Либо же, может быть, вообще другие цели тогда у Кремля во всех этих провокациях? Нет, я думаю, здесь просто, вы знаете, мы, ну это часто довольно в публичном пространстве, даже в политическом пространстве в Западном, Кремль рассматривает как логичного игрока, а Путина как умного игрока. Я еще в 2012 году написал большую статью «Кто сказал, что Путин умный?» Вот, и доказывал, аргументированно на очень многих примерах, что Путин чаще всего совершает как раз абсолютно глупое решение. Его война в Украине против Украины с точки зрения военной – это абсолютный дебилизм. Это абсолютный дебилизм. И все военные с этим абсолютно были согласны. Я вам напомню, что товарищ Гиркин потому и сидит сейчас в СИЗО Лефортово, а теперь уже в тюрьме, потому что он критиковал Путина именно за этот дебилизм. Я вам напомню, что Пригожно потому и убили, что он критиковал Путина именно за этот его дебилизм. Я вам напомню, что дискурс Путина, самое главное действие в Украине, его преступная война, его дискурс о том, что он якобы борется против расширения НАТО на восток, привел к тому, что Швеция и Финляндия – нейтральные страны. Швеция была нейтральной 245 лет, Финляндии – 7,80 лет или 75 лет. Они присоединились к этому альянсу. То есть Путин очень часто принимает решения, которые приводят к противоположным результатам, которые он ожидает. Я не скажу, что он полный идиот, но он живет в неком своем информационном пространстве, и у него нет людей, которые критически относятся к тому, что он предпринимает. У него нет советников, которые придут и ему скажут, Владимир Владимирович, это глупость, то, что вы предлагаете, она приведет к обратному результату. И поэтому он создал такую систему, когда отбираются в советники не люди по их рабочим характеристикам и по их талантам, а по преданности Путина. То есть люди, грубо говоря, которые просто ему подпевают. Вот Путин говорит какую-то ерунду, идиотизм. Эти люди говорят замечательно, прекрасно, давайте будем это притворять в жизнь. Вот так это устроено в Российской Федерации. А насколько вот эти вот мелкие диверсионные операции в Европе, такие как поджоги, они направлены на такую глобальную дестабилизацию? Потому что, с одной стороны, все это организовывается так, что выглядело, ну, некоторой такой случайностью, а с другой стороны, намек якобы на то, что вот те, кто не согласны с помощью Украины, они, мол, вот таким образом показывают свое несогласие. Насколько вообще вот такая схема может, ну, во-первых, сработать, а во-вторых, насколько за такую схему можно уличить Россию? Потому что ведь это действительно все достаточно такие, вроде бы, и мелкие происшествия, но вместе с тем они ощутимы, и мы, как минимум, о них говорим. Ломать не строить, поэтому гадить всегда проще, чем заниматься развитием дружеских отношений с своими соседями. Путин в этом смысле, конечно, стратегически потерял очень много. Но тактически он, у него есть ощущение, что он этими гадостями, которые он устраивает в европейских странах, выигрывает. И люди, которые исполняют эти его приказы, им же надо, они же получают деньги, потому что, понимаете, как я вам сказал, шпионов российских в два раза больше, всем им нужно по ним получать свои деньги, и всем им нужно доказывать, что они существуют не просто потому, что они паразиты на государственном бюджете, а потому что они выполняют якобы какие-то важные государственные функции. Поэтому ему, естественно, накручивают мозги в этом смысле. Но работать это, в принципе, работать может, потому что, как я вам сказал, гадить проще, чем выстраивать хорошие отношения. И поэтому даже небольшими силами и не очень дорого можно, в общем, создать довольно много проблем в западных странах, страны российской разведки, военной или политической, или службы безопасности ФСБ. Но, так сказать, действительно, поймать их за руку не так просто. Тех людей, тех шпионов, которые просто находятся под прикрытием официальным, то есть то, что называется легальная разведка, здесь все проще, потому что их все знают, они сидят в посольствах, в консульствах, и их, в общем, за последние два с половиной года выдворили просто физически довольно много. Ну, а остается агентурная сеть и шпионы, там, нерегальные или под глубоким прикрытием, которые действительно, вот как вы сказали, в подводке, можно теперь прятать в том числе и в том огромном потоке беженцев, который возник в Европу в результате этой агрессивной войны путинской против Украины. Доказать это сложно, потому что, действительно, когда это хорошо делается, то следы не так легко ведут Российскую Федерацию, но и не так невозможно. Это нам доказала расследовательская организация Bellingcat, Христо Грозев, который теперь ловит грушников просто за усы, за руки и за задницу, извинить меня за выражение, в любом месте, потому что эти люди забыли, что изменился мир. Мир теперь взаимосвязан, теперь есть база интернета, теперь есть IP-адреса на компьютерах, с которых они заходят, несмотря на всякие там VPN-ы. И при очень большом желании всегда можно это доказать, найти и показать. С вами буквально в завершении хочу еще обсудить идею о том, что в ответ на кибератаки со стороны России может быть задействована пятая статья НАТО, собственно. И вот как вы считаете, в какой форме, во-первых, она может быть задействована? Ну, едва ли речь о конкретном военном ответе? И насколько действительно уже страны НАТО готовы к такому четкому и консолидированному, главное, что ответу? Я не думаю, что в ответ на какие-то компьютерные атаки будет прям сразу пятая статья задействована, потому что есть еще четвертая статья, которая менее жесткая, там она предусматривает просто консультации. И всегда нужно сказать, что НАТО – это прежде всего оборонительная организация. Вот в ответ, кстати, на ложь Российской Федерации, что НАТО – это агрессивный блок, который якобы ставит там задачу уничтожить Россию. Никогда НАТО не ставил задачу уничтожить Россию. Это абсолютно оборонительная организация, в которую входят теперь 32 страны. И эта организация рассматривает Россию теперь как серьезную угрозу. Но каждый раз, когда Российская Федерация предпринимает какие-то шаги, всегда ответ НАТО старается быть пропорциональным. То есть, безусловно, на кибератаку никто не будет водить никуда, ни войска, ни бомбардировки устраивает и так далее. И западный мир, в принципе, это, может быть, даже слабость НАТО, что они делают все для того, чтобы снизить накал таких противостояний. И кажется, наоборот, что они часто довольно пассивны в ответ на такие угрозы. Вот это мы видели, например, в последние дни в Нарве, когда российские пограничники под покровом ночи начали снимать буи, разделительные пограничные, по реке Нарва. А эстонские пограничники и войска НАТО даже не сделали вид, что они это заметили, то есть даже не выслали ответный катер для того, чтобы спросить у этих бандитов, что они там делают. Они ограничились просто там твитами какими-то или коммунике, которые были опубликованы официальными деятелями и Эстонии, и Европейского Союза, и НАТО. И Франции, министр иностранных дел тоже твитнул. Вот я по этому поводу немножко ехидно на французском своем канале сказал, что это, конечно, очень сильный ответ на акт пиратства и бандитизма, который устроили пограничники Российской Федерации. Но, тем не менее, политическая реакция работает, как вы видите, и, допустим, попытка Российской Федерации в одностороннем порядке изменить границы морские в Балтийском море потерпела поражение, и через два дня они немедленно ее сняли, потому что им просто дали понять, что на это будет адекватный ответ. Да, но здесь, вероятно, когда речь шла о пятой статье, может быть, действительно об объединении усилий, но мы действительно будем констатировать это несколько позже, когда увидим реальную реакцию, которая будет стоять за заявлениями. Благодарю вас за то, что вы присоединились, Сергей Олегович, к нашему эфиру. Сергей Жирнов, бывший сотрудник АГБ СССР и службы внешней разведки России, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.